В давние времена, когда медицины как таковой в принципе не было, люди находили закономерности между проводимыми обрядами и своим самочувствием. И 27 декабря по народному календарю идеальное время очистить свой дом, тело и душу от грязи и ненужного мусора. По преданиям, обряды, направленные на очищение и уборку, приведут к хорошему самочувствию на весь следующий год. 27 декабря – это день святого Филимона и трех мучеников – Аполлония, Ариана и Феотиха. Они подверглись мучительным пыткам за свою веру в Христа, а после были казнены. В народе еще этот день называют днем Филимона или днем хозяина Филимона. Считается, что в этот день можно изгнать злые силы с земли, отправив их в ад, и нужно это сделать как можно быстрее. Если хоть одно существо останется на земле, не видать всему люду спокойной жизни. Как уже отмечали выше, 27 декабря считается днем чистоты и порядка. Если хозяева хорошие, то нечисть не сможет к ним прийти и навредить. Поэтому для благополучия и отменного здоровья в этот день принято наводить порядки и делать генеральную уборку. Считается также, что темные силы не терпят воды, совсем ее не переносят. В Филимона в день люди верили, что можно встретить оборотни, которые способны превращаться в людей и зверей. Считается, что особенно они любят перевоплощаться в домашний скот и таких лесных обитателей, как заяц и волк. И чтобы избежать встречи с оборотнями и их влиянием на ваше физическое и психическое здоровье, надо быть чистым. Это лишний раз доказывает, что необходимо следить не только за чистотой в доме, но и самого себя приучать к гигиене. Это относится и к физическому состоянию, и к духовному. 27 декабря принято как можно чаще умываться и мыть руки. А также нужно провести обряд полного окропления всего тела водой. Тогда и небеса помогут, ваше самочувствие и здоровье будет весь год отменным. Таким образом, применяя народную примету на сегодняшней реалии, 27 декабря стоит убраться в доме, вымыть все, до чего долго не доходили руки и искупаться, дабы болезни не поразили вас. Филимона в день не садились на лошадей, так как веровали в то, что конь понесет или разотрет себе спину упряжкой. Сейчас тоже следует отказаться от необязательных поездок или отложить их по возможности на другой день. Погода 27 декабря тоже несет знаменательный характер. Если в тот день холодно, то и весь февраль таким будет. А если у Филимона в день погода непостоянна, то и зима будет такой же переменчивой. Урожайным будет год, если 27 декабря холодно, ветрено и снежно. Сны этой ночи несут ответы на ваши вопросы. Внимательнее отнеситесь к их расшифровке и, возможно, в них будет подсказка. В народе считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают стойким характером и повышенным чувством справедливости. Они никогда не пройдут мимо, если кто-то нуждается в помощи. Эти люди стремятся к практичности и полезности во всем. Если имеют возможность, то могут предпринять попытки изменить свою жизнь. Встречая сопротивление, они впадают в безволие и безразличие, но, отряхнувшись от проблем, снова готовы идти вперед. Именинниками этого дня являются Николай и Иларион. В качестве оберега лучше использовать жемчуг и турмалин, обладающие положительным влиянием на духовную, моральную и физическую составляющую человека. Если у Филимона в день погода морозная, ясная, ветреная, жди богатый урожай. Если утром иней, жди обильного снега. Если же тепло, жди зноя летом. Переменчивая погода сулит оттепель в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok